То, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. Кол заслуживает того, чтобы увидеть его еще... Фу, 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 думаете, давай. Красавчина. О, пипал, вы на нашем канале Лорд Вуду Железное Сердце. Мы играем в FIFA 16, поддерживаем нашу сборную, выращиваем поколение Next, которое на чемпионате мира в 2018 году просто взорвет мировой футбол, займет первое место и так далее и тому подобное. Мы создали игрока Вуду Айронхайд Железное Сердце, Лорд Вуду, точнее, такой незамысловатой внешности он имеет. Мы его активно тренируем и, конечно же, делаем из центрального полузащитника. Правого, главного бомбардира чемпионата. Нам это уже удалось в предыдущих сериях сделать на Европейском интернациональном кубке. Мы получили первое место командное с «Зенит». Там мы стали лучшим бомбардиром. У нас очень хорошо отзывается пресса. Пока он у нас не очень развит, не получается до конца реализовать себя. Так, забивать иголы парашютами за попаданием в мишени и бутылки. С водой вы получаете дополнительные очки. Ну, давайте. Отправим их сейчас Халка. Что-то сильно ты ударил, Халк. Ну, ты даешь тоже, а. Вообще. Вообще просто. Ну, да неужели. Да. Беда какая-то у нас. С ударами. Конечно, ты же. Какому Халку будет под силу тягаться с нашим Вудиком? Да никакому. Хорошо. Ну, хорошо, так хорошо. Поехали играться. Напоминаю, мы играем за «Зенит». Это идет чемпионат мира. Ой, чемпионат России по футболу. Надеюсь, не мешать вам его смотреть будут Георгий Черданцев и Константин Генич. 23 мая уже. Еще весна не закончилась. Уже столько событий произошло в нашей жизни, нашего игрока. Нашего будущего чемпионера. В прошлом матче Харов забил два. Два мяча – это что такое? Фокус на игроке. Короче, это будет какой-то лузер очередной. Давайте. Давай повнимательнее за ним сегодня последим. Возможно, это одно из его последних появлений на поле. Он вроде бы задумывается о завершении карьеры. Честно говоря, неожиданно. Да, игрок возрастной, но опытный. И, как говорится, ничего не предвещал. Состав «Зенит». Я думал, мы потеряли мяч. Ну и весь вопрос в том, сколько человек из полузащиты будут отряжены в группу. Это вот мы что-то переиграли сами себя. Схема 5-3-2, как мы видим. Посмотрим, что из этого получится. Ух ты, уронили-то меня как. Удар нужен. Йес. Все, можно уходить на покой. Подняли мы цену своего игрока до 2 миллионов долларов вроде как. Своими забиваниями голов, тренировками. Но я думал, цена у него будет больше расти. Я не знаю, почему. За лучшего бомбардира, признанного на Кубке, Европейском интернациональном Кубке, мы заняли всего лишь первое место по бомбардиру. Короче, по передачам голевым. Лучшее. Ни одной карточкой нарушения никакого серьезного. И тем не менее, почему-то цена у нас такая невысокая. Конечно, я понимаю, что он у нас не особо выносливый. И он не может отбегать все 90 минут. Так это ж дело-то. Наживное. Что-то очень легко это все у нас получается. Ну что, время подумать о хит-трике. Дзюба, вот ты вне игры забегаешь. Как он тебе после этого посыдалит? Давайте посмотрим еще один. Все вратари любят одеваться в форму зенита. Они думают, это им поможет. Но это вам не поможет, ребята. Березовый цвет – это наш родной цвет. Боярский, так сказать. Шарфик одевает. Счет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Оставляют бегать по всему полю, а? Запутались в наших ногах. Так, ходим, ходим, ходим. Бьем. В девяточку, в девяточку просто с сандалиями. Три кола за первый тайм. И к тому же третий. Да, и это уже хит-трик. И он просто с ума сходит. Давайте посмотрим еще один повтор этого года. Герой матча. Восемь, семь голов в российской лиге. Надо будет в таблицу заглянуть, кто там на первом, на втором, на третьем местах. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Перехват в центральной зоне. Красиво сыграно. И он фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. За что? Что было? Месси. Добегаем. Давай голевой пас уже. Надоело уже самому забивать. Артем Тюба. И легко забирает мяч врата. Ну, с такими ударами этот голкипер справляется очень легко. Справляется. Ну что же, сейчас говорят, что счет 3-0. Бегали, 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 запутались. Не будем мы смотреть повторы. Конечно, они были красивые. Не спорю. Продолжить. В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать стопроцентную интригу. Месси. Хет-трик, давай. Месси. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Не получилось. Опасно как. И что это? Гол! Дзюба. Обниматушки. И как здесь голкипер ошибся. Да, вот такой игры от вратаря ждешь меньше всего. Молодцы. Без меня могут уже играть. Увидеть его еще раз. Красиво. Вот это определенно заслужит того, чтобы поставить в лаг. Сейчас минутки. Ладушки. Ладушки, ладушки. Большой он все-таки, а? Звереныш. Зюбяра. 4-0. Ну это разгром. 4-0. Замену сейчас. По комочке. Так, если мы сейчас не забьем, то нас заменят. Удар по воротам. Относительно легкий. Мяч для вратаря. Все, нас сейчас заменят. Я просто попой... Все, я же сказал, нас заменят. Вот если бы забили, а нас бы еще чуть-чуть оставили. Посчитать остаток маста матча. Ну и что там получилось у нас? Что на выходе имеем? Так, осталось в тренировочке. Можем перед боем, перед матчем потренироваться даже. Но это хорошо. Сейчас мы его натренируем так, что у него вообще сил не останется. Точность удара. Точность удара. Своего. Триблинг. Пасы. Стандартное положение. Тяжелое. Так и осталось у нас Эль Торондо. Все, все, рассчитываем. Интересно, после такой тренировки массированной, что там у нас получится? Эль Рондо у нас как научился уже пасовать. Молодец, молодец. Так, завтра матч. Так, отклоняет переход Зин. Хотели кого купить? Перу Вера. Так, ну. Отличная форма. Два сыгранных матча. В команде Зин новый герой. Лучшая команда недели. Дриблинг плюс один. Лучшая команда недели. Лучшие удары. Персональная цена. Опека. Набор бутс. Общий прогресс. То есть мы своего игрока можем уже короткие пасы плюс один. Как мы лучшую команду недели-то зафигачили, а? Физическая подготовка. Подкаты. Это столько нам бонусов за то, что мы лучшая команда недели? Офигеть. Ну что, тогда играем. Играем в гостях мы. Придеваем формочку. Так, поехали. В основном составе. Я думал, после тренировки мы не будем играть в основном составе. Оказалось, нет. Пожалуйста. Получите, распишитесь. Заметь мне, как можно больше мячей с различных стандартных положений. С каждым голом сами будет осложняться. Отлично. Добил. Бей уже, бей, 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 бей. Сейчас стенка придет. Стенка пришла. Просто придурок. Вот этого, блин, бразильца надо выгнать. Здравствуйте, я Георгий Черданцев. Рядом со мной Константин Евгенич. Поехали, поехали. Мы собрались здесь, чтобы посмотреть футбол. Ночь какая. Красивый футбол, хочу заметить. Не, мяч давай. Сегодня Мордовия встречается с Денитом. Мордовия, сейчас еще Мордовия. Ну, как мы видим, их тренер решил сделать стабу на полузащиту. Настроение 4-5-1. Европейские теперь проиграем. Тренеры часто объясняют, что штрафной удар арбитр пока не торопится расставать предупреждения. Чокчина. Надежно на втором этаже защитник. Хорошо головой сыграл, отвел угрозу. Вместе. Побежали. Никого пока нету. Зенит идет к воротам соперника. Какой шанс? И это просто шедевр. Шедевр. Это прохождение называется. Что хорошего мы увидели гол. Центром поля мы прошли, прогулялись, этого обвели. Да, очень смело здесь сыграл игрок. Он взял инициативу на себя и, как мы видим, не погадал. Это ж месь. Это просто ж месь. А вот еще один повтор, на этот раз другого рака. Мордовия пусть плачет. После этого гола Зенит впереди и команды начинают с центром поля. О, опять 1-1. Опасно! Ну, а здесь кого винить? Только себя любимым. Не забил. Вини себя, да. Смотрим, как команда забивает и выходит вперед. Вот хотел бы я хоть раз, хоть сегодня, хоть сейчас сделать что-нибудь прекрасное. Например, оказаться автором этого гола. Приходи ко мне, я тебя научу играть. Кидай. Я буду головой забивать. Играем, 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 играем. Олег Шанков. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Штрафной ставит судьи. За что? Покажите этот момент, покажите, покажите. Не может быть штрафного. А вот эта новость будет очень интересна. Тем, кто следит за трансферами. Анхель Тимария переходит в ПСЖ из Манчестер Юнайт. Да, переход подтвержден. И уже совсем скоро мы сможем увидеть этого игрока на поле. Я думал, нарушения покажут из-за чего. А неплохо игрок разобрался. Зенит завладел мячом. Перехват. И усадил. Давай назад. В подмышку. В подмышке надо дезодорантом брызгать, чтобы таких голов не пропускать. Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Не очень лучший наш матч. Тут, наверное, комары нас закусывают. Девять голов в лиге. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. И что это за удар, а? Галкипец справляется с этим ударом на отлично. Что это был за удар, ребята? Олег Шатт. Бежали. Месси. И это, между прочим, третий гол. Он оформляет мяч. Я уже просто бегаю там в этой штрафной и все. Поводиться, поиграться с мячиком. Какая колоритная внешность. Я обожаю этого игрока. Надеюсь, вы тоже определено за внешность хотя бы будете ставить пальчик вверх, чтобы увидеть его финты на игре. Великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня. Продавил он все-таки оборону. Но что, Георгий, ждем покер? У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Покер. Не дотянулся, типа. Да руки выпрямлять же, вратарю, надо. Ты же мяч ловишь. Ты руки-то выпрямляй. А он будет себя такие коротенькие, ладошки. Как после такого можно забить? Так бывает. И не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Месси. Блестяще, как от дерева ушел. Пол команды обыграл. Ничего себе. Удар. Угловой удар назначает орбиту. Я хочу забить стандартное положение. Давайте мне. Давай. Голкипер отбивает мяч. Мамент. И как опасно пробил. Еще раз. Успели мы забить свой четвертый гол. К сожалению. 3-0 после первого тайма. По-моему, все ясно. Да. Не самый лучший. Короче, от климата зависит, видимо. Вот здесь у нас с климатом не очень. Второй тайм начался. И по итогам первого преимущество громадное. Но в футболе все. Олег Шап. Разыграли. Ударище просто. Ударище. Ударище. Тот может отдохнуть пока. Артем Дзюм. Не знаю, насколько оправданным был этот фолк. Потому что позиция убойная. Халк бить будет, что ли? Мы только что играли Халком. У него ничего не получалось. Даже не знаю, как. Сейчас ударит. В ворота ему сказать, чтобы бил. Давайте. Пускай в ворота сейчас крикнем. Бей в ворота. Бей в ворота. Давай. Гупи. Бей сам в ворота. Судья назначает штрафной. А ведь были хорошие шансы разыграть эту комбинацию до конца. Да, по-моему, этот парень сам не сомневался, что будет гол. Ну, а тут как он на тренировках бьет. Если он попал, бьет гол красавица. В никуда. Так он и здесь в молоку. Вратарь вряд ли смог бы выручить свою команду. Давай, 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 давай. Дави. Месси. Поводимся чуть-чуть. Артур Юсупов. Теперь в атаке соперник. С отбором надо учиться. Первый тайм он провел просто замечательно. Но он за первый тайм сделал хит-трик. Какие тут еще могут быть вопросы? По-моему, с MVP этой встречи все ясно. Это гол! Это гол! Зенита! Метка. Линия до сих пор осталась нарисована. От стены. Тое, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Фу, 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 да месси, давай. Красавчик. Так, рассчитать результаты матча. Все. Ну, не хватает у нас сил. Лучший игрок матча. Контроль мяча плюс один. Пенальти плюс два. Лучший игрок матча. Выбор позиций при атаке плюс два. Лучший игрок матча. Все-таки мы взяли лучшего игрока матча. Слишком мало энергии. Так, давай. На следующий день, значит, потренируемся. Осталось три дня. Нет, не успеем мы по три нарваться. Порга, говорит же, Вентус хочет приобрести кого-то там. Значит, следующий матч в запасе. Все, короче. Устал мой игрок. Его теперь будут в запас ставить. Куда-то теперь можно посимулировать матчи. 0-0. Ну, видите, меня на поле нету. 3-0. Молодцы. Дюбу убрали. В линии данных. Осталось им доступно 5 занятий. Занимаемся тогда. Давай, не ленись только. Ну, на F-то это ж вообще точность удара. Ну, с точностью беда, конечно. Мой футболист. Что нам пишут? Тренер. Сегодня утром я принял решение и согласился отдать тебя в аренду. Хармсбарт ВК. Она продлится до конца сезона или меньше, если мы решим тебя отозвать раньше. Пожалуйста, рассмотри это предложение. Сложи. Согласен ли ты на эти условия? Так, а что мы там будем иметь? Какая наша цена? Миллион, что ли, всего? 144% мы прибавили за половину сезона. Ну-ка. Давайте посмотрим на предложение. Совет директора команды Хиллсбтам ВК будет счастлив видеть вас в клубе. Предлагает вам 4000 долларов в неделю. Надеюсь, мы сможем помочь вам во время аренды и вы поможете нам осуществить цели на сезон. А, я зарабатываю 2000 долларов в неделю. Запас сил 89, форма 9,2. Конечно, в отличном состоянии. В аренду же они меня берут. Давайте согласимся. Просто я боюсь, что без меня просто зенит скатится. Поедем, поиграем. Будем зарабатывать побольше. Подписали. За корючечку поставили. Буду прибывать. Куда-то я там прибываю. Давайте. Тренер. Надеюсь, вы быстро адаптируетесь, становитесь проведенным здесь временем. Перейдите на сезон, чтобы узнать, что от вас ждет тренер в этом сезоне. Ваша средняя оценка за мать должна быть не ниже 6. Одержите четвертую победу в сухую. Завершите не менее 70% сточных передач. Процент удачных отборов мяча 47%. Ну, в принципе, не такие уж сложные задачи. Вполне по силам это все сделать. Так, тренировка. Тренировка доступна. Сначала тренировка, потом все остальное. Силу удара. Точность удара повышаем. Потом, как раз, победить своего. Что-то здесь как-то с тренировкой у меня не очень. Я уже стою 900 тысяч долларов стал стоить. У себя в клубе я стоил дороже, конечно. Дома у меня как-то больше я прибавлял. Стандартный удар. Нальти. Просчитаем. Ну, будем считать, что это акклиматизация у нас идет. 64-й мы стали. Нормально. Далее. Прибывает в аренду из Зенита. Надеюсь, мы обзаведемся несколькими очками в ближайшей игре в дерби против Франк Берс ФФ. Нам нужно показать нашу лучшую игру. Средняя оценка за матч должна быть 6 в сухую. Одну победу в сухую ждет. И процент удачных отборов мяча больше 40. Пока. Ну что ж, давайте это уже сделаем нашу легионерскую матч уже в следующем серии. Здесь ставьте пальчик вверх. Быстро мы закончили игру российской леди, к сожалению. У нас появился покупатель. Это, я думаю, прибавить нам шансов, развить свои навыки, заработать немножко больше денег. 2000 долларов в неделю, по курсу 60 рублей даже, если взять. Ну, в принципе, не такие же большие, такие великие деньги для российского футболиста. Тем не менее, мы только начинаем карьеру. Всем спасибо. До новых встреч. Увидимся. Дома наша «Зенит-арена» намного больше. 68 тысяч рублей туда влазит. Здесь же, конечно, порядка 5 только пришло. Что скажешь о гостях, Константин? Задачи у команды стоят не очень амбициозные. Их вполне устроит место в середине турнирной таблицы. Но начали они новый чемпионат откровенно слабо. Пока идут без побед. А этого игрока недавно взяли в аренду. Ну, раз взяли, значит, что-то этот парень все-таки умеет. Давай за ним повнимательнее посмотрим.